маркетинг не продает товары или услуги маркетинг продает идею и задача маркетолога сделать так чтобы навязанная идея воспринималась тобой как твоя собственная давай разберем это на графике свое время видел на пачках когда курил всякие штуки всякие картинки типа рак гортани там и чё там всякие подобные но как бы когда куришь это особо не останавливает рак гортани это один из основных видов рака который вызывается табаком помимо этого рак слизистой полости рта и щеки губы ну почти нету органов человеческом организме который не поражается табаком и даже рак мочевого пузыря вот пример самая крупная в мире табачная компания филипп морис и ее доходы что мы видим в 2013 году ее доходы начинают стремительно падать из-за отказа людей от курения с целью сохранения своего здоровья но в 2017 году происходит резкий перелом и резкий рост вплоть до того что в 2022 году он уже становится выше чем то что было 2013 году что произошло в этот момент из-за чего начался резкий подъем продаж и резкий рост и именно в это время началась активная массовая реклама системы айкос и уже в 2022 году одна треть всех продаж компании приходится на стике для этого айкоса любого человека на улице ты можешь спросить что вреднее обычные сигареты электронные что он тебе ответит конечно же обычные сигареты вреднее а электронные менее вредны но откуда он взял эту идею он что исследование проводил нет эту идею ему навязали и мы возвращаемся к тому о чем мы говорили самом начале что маркетинг это продажа идеи идея о том что электронные сигареты они менее вредные чем обычные сигареты и как следствие мы видим идею продали продажи пошли вверх я начал курить в 12-13 лет курил до этого простые сигареты в скором времени выживали вот эти электронные сигареты айкос там углов всякие разные вот эти но системы нагревания табака вот я почитал за них в интернете как бы сделал для себя вывод такой что они менее вредны чем простые сигареты и решил попробовать их чаще всего эти пациенты которые не лечены еще приходят с стенозом гортани когда уже затыхается приходят ему дает им дарик трахеостому трубку ставят через шею чтобы человек мог раздышаться чтобы вы поняли масштаб сколько денег они потратили на продвижение этой идеи оцените такой факт согласно опросу минздрава проведенному среди лица от 18 до 24 лет каждому пятому из них хотя бы один раз лично подходил человек и рассказывал про безопасность якобы безопасность айкос и предлагал его попробовать представьте сколько нужно потратить денег масштабах всей страны чтобы подойти к каждому пятому молодому человеку и внедрить в личной беседе ему эту ложную идею на этом фоне а нативная реклама айкоса через популярных актеров она выглядит мелкими затратами курил до определенного момента пока вот но не почувствовал что-то в горле когда там ешь пьешь что-то мешать начала сходил к врачу не провели обследование и поставили диагноз онкология рак гортани третьей стадии естественно была операция операцию сделали удалили гортань полностью если нам не удается консервативно вылечить химиолюционной терапией нам приходится удалить гортан и они пожизненно остаются страхи 100 мы отдельные научатся говорить сами пищеводным голосом отдельным мы делаем трахеопищеводное шунтирование ставим протез между трахеи и пищеводом и с помощью этого научатся говорить но все равно качество жизни по сравнению с естественным голосом небо и земля что мы видим он держит руках айкос прям его курит ему заплатили за то чтобы он это держал и слушай он еще говорит про детей да понимаешь дети смотрят эти видео 13 миллионов просмотров а он говорит про детей и показывает им что смотрите какой я крутой я курю айкос и это все окей не сделали операцию в декабре 2021 года и где-то до октября 2022 года я ходил чисто либо с телефоном вот но писал с блокнотом либо с бумажкой короче тебя люди просто не понимают вообще никак если не делать этой операции человек погибает задыхается и все так что маркетинг он именно об этом заставить человека думать в том направлении которое оптимально для излечения прибыли